В следующей лекции речь пойдет о классовом сознании. Очень важная тема. Трудящиеся всегда в любом обществе были большинством, но почему же тогда они терпели господство и угнетение куда более малочисленных эксплуататорских классов? Поговорим о том, как капиталисты обманывали пролетариев, манипулировали общественным сознанием и удерживали свою власть. Друзья, встречайте продолжение мира, в котором мы жили, «Общественный прогресс». Мы надеемся, что этот фильм станет еще одним полезным и современным оружием в просвещении широких слоев населения в вопросах исторического материализма. Людям как никогда требуется осознать, что человечество находится в глобальном тупике, что отживающая людоедская и паразитическая система, в которой главная цель нажива, а не интересы всего общества, должна уйти в прошлое. Не будем скрывать, что за время производства второй части фильма мы порядком устали. Это была насыщенная ежедневная работа в течение нескольких месяцев. Бывало и без выходных, по 10-12 часов в день. И мы шутим, что команда разработчиков к концу работы над фильмом сейчас выглядит и чувствует себя примерно вот так. Однако после отдыха настанет пора двигаться дальше. В этом выпуске «Что впереди» мы расскажем, на чем хотим сосредоточиться в ближайшем будущем и в чем нам нужна ваша сплоченная помощь. Прямо сейчас идет сбор средств на третью часть фильма. Мы добились больших визуальных успехов в 2D и 3D, составляющих нашего прошлого фильма. Вы сами можете в этом наглядно убедиться. Теперь мы создадим не менее яркий и насыщенный фильм об инструментах, с помощью которых класс богатых паразитов усыпляет сознание трудящихся по всему миру ради своей выгоды. С помощью самой обширной системы генерации виртуальной реальности «Аврора-4» Томас Миллер и его коллеги из 2222 года отправятся в симуляцию нашего времени, чтобы разобраться в них. Мы полностью хотим уйти от лекционного формата в своих работах. Больше не будет сложных монологов. Больше героев и антигероев. Дискуссий. Больше ярких образов и понятных каждому человеку сцен и сравнений посредством мультипликации. Если до широких слоев общества теперь можно достучаться только через элементы шоу и развлечения, что ж, мы используем эти инструменты по полной, чтобы донести самые серьезные смыслы до зрителей. Мы хотим, чтобы таким фильмом вы могли поделиться с любым человеком, оторванным от политики, и донести до него яркий и аргументированный взгляд на инструменты порабощения в нашем обществе. Еще в прошлый раз вы, дорогие подписчики, доказали нам, что готовы вместе с нами организованно создавать такие фильмы. Больше двух тысяч человек в прошлый раз поддержали финансово сбор средств на второй эпизод. Это наши самые преданные товарищи. Благодаря вашей помощи вышел не только второй эпизод фильма, но и дополнительный практикоориентированный фильм «Самоорганизация и народный контроль». Низкий вам поклон от нашего коллектива. Мы просим вас вновь поддержать наш труд по созданию третьего эпизода на планете.ру. Сразу после окончания сбора средств 15 июля мы сможем заняться плотной реализацией этого фильма. На производство необходимо собрать 1 миллион 332 тысячи рублей на планете.ру. Работа займет от 4 до 6 месяцев и потребует ежедневного труда десятка закаленных специалистов в области компьютерной графики. Планируемый хронометраж фильма 35-45 минут. Любая коммерческая студия взялась бы за производство такого фильма, запросив в 3-7 раз больше. Мы же организуем вместе с вами лишь необходимый бюджет фильма, чтобы обеспечить создание этого агитационного инструмента в общественно полезных целях. Казалось бы, на этом можно и закончить. Но эпизод 3 – лишь малая часть того, что мы хотим реализовать. Мы не знаем, сможем ли собрать больше, но мы хотим поделиться с вами своими планами. Первое. Фильм «Настоящий Ленин». В 2024 году – столетие со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Мы хотим создать фильм о его личности по аналогии с нашим фильмом «Настоящий Сталин». Мы пройдемся по основным навязываемым мифам о пролетарском вожде, раскроем его роль в истории России и человечества. Динамично, ярко и современно ответим, почему до сих пор боятся Ленина паразиты всех мастей и их лакеи, почему тратят столько средств на борьбу с ним до сих пор. Второе. Мы хотим продолжить рубрику «Кто виноват и что делать» и выпустить серию роликов и фильмов о профсоюзной борьбе. Вместе с нашими опытными товарищами из разных марксистских профсоюзных организаций мы уже прорабатываем концепцию. Задача – вовлечь людей в борьбу за свои трудовые права на местах, дать им инструкцию и план действий. Нужно рассказывать о типовых проблемах на предприятиях, в рамках которых люди могут бороться за свои права, создать героев и антигероев, сценки, инструктаж, чтобы сделать эту тему популярной, особенно у работающей молодежи, если надо наполнить ее и сатирой. Это направление можно развивать как серию роликов о каждой типовой проблеме, сделать популярной культуру борьбы за свои права. Реализовать эту серию можно с помощью 2D-мультипликации. Третье. Ждет своей очереди и создание пилотной серии мультипликационного сериала для подростков и молодежи. В нем не будет марксистской терминологии, а в приключенческой и веселой форме мы расскажем современным детям яркую антикапиталистическую историю. Зачем это делается? Зачем нужно создавать такие сериалы? Друзья, это экспансия в художественную и культурную сферу, выход на аудиторию, которая не интересуется политэкономией, которой мы можем в простых и ярких образах донести нужные для изменения общества смыслы. Нам очень хочется поскорее реализовать пилот этого мультфильма и познакомить зрителей с его историей. В мультсериале запланирована история на 10 эпизодов, после чего в этом же жанре можно создавать другие миры и истории для популяризации наших идей. Работа над ним уже ведется. Готов сценарий, раскадровка, созданы персонажи и сложные риги для их анимации. Уже начали озвучивать первую серию голосами профессиональных актеров. У нас есть необходимый опыт. В течение года мы создавали мультфильм такой же сложности для дружественной общественной организации. Мы готовы к реализации художественных историй, как никогда ранее. У нас есть все, кроме отдельного бюджета, на организацию работы по созданию первой серии этого мультсериала. Четвертое. Также мы хотим создать фильм или цикл видеороликов по вопросу создания социалистических предприятий уже сейчас в нашем обществе. Мы можем и должны кооперироваться, создавая ресурсную, кадровую и экономическую базу для создания коллективов, основанных на социалистических принципах, а не с целью извлечения, прибыли и эксплуатации чужого труда. Такие предприятия смогут создавать целые экосистемы, экономически поддерживая как профсоюзное рабочее движение, так и марксистское просвещение людей. Пятое. Экранизация «Час БК» Ивана Ефремова. Многие продолжают спрашивать нас об экранизации произведения. Будем честны, нам хочется это сделать. Правда, нам пока страшно даже думать о необходимых ресурсах для реализации этой идеи. Страшнее даже не суммы, которые будут куда больше озвученных ранее, а количество труда и специалистов, которые для этого понадобятся. Однако, получив огромный опыт над последним фильмом, мы чувствуем, что способны на экранизацию. С учетом нашего опыта, организованности и дисциплины мы способны взяться и довести это дело до конца. Нас очень радует, что на просторах интернета появляется все больше талантливых энтузиастов, кто также работает в направлении экранизации этого произведения. Это значит, что команде разработчиков удастся собрать немало энтузиастов и профессионалов вокруг экранизации. Мы видим это как экранизацию в виде сериала, а не огромного фильма, максимально близко к книге. А как только в ближайшие полгода выйдет эпизод 3 и «Мир внутри», вы сможете сравнить и проголосовать, в каком виде вы хотите реализацию «Час БК» — 2D или 3D. После чего при наличии ресурсов и желания зрителей в это можно будет погрузиться очень серьезно. Как вы видите, средств на все требуется неприлично много. Нам нельзя ждать каких-то влиятельных спонсоров, а надо брать все в свои руки прямо сейчас. На текущий момент задачей минимум является сбор средств на третий эпизод «Мир, в котором мы жили» на планете Ру. Но есть альтернатива, которая поможет реализовать все представленные проекты студии, не откладывая их в долгий ящик. Это регулярная платная подписка и поддержка студии на Бусти. Мы просим самых преданных наших товарищей не только поддержать третий эпизод фильма на планете, но и подписаться на нас на Бусти для осуществления длительной и регулярной поддержки. Мы создали специальную подписку «Вершитель». Она позволит вам участвовать в голосовании по выбору приоритетных работ, выбору сюжетных, стилистических и иных поворотов на регулярной основе. Теперь вы будете влиять на процесс создания самих фильмов, делиться предложениями, быть регулярно в контакте с коллективом студии. Например, первым голосованием для эпизода 3 станет очень серьезный вопрос. Быть или не быть Бакенбардом товарища Миллера решат наши товарищи на Бусти. Хоть пример больше забавный, но различные, куда более серьезные голосования теперь станут регулярными. Появятся также закрытые стримы и ответы на вопросы с режиссером студии. Если все товарищи, что поддержат выход третьего эпизода на планете, будут поддерживать нас в среднем по 350 рублей на Бусти ежемесячно, мы сможем накопить за несколько месяцев бюджет на каждый из озвученных проектов. 1500 платных подписчиков на Бусти позволят укомплектовать команду специалистов для параллельной организации производства еще одного крупного проекта, такого как фильм «Настоящий Ленин» или мультфильм «Мир внутри». 2500 платных подписчиков на Бусти, и мы сможем сделать эти проекты существенно быстрее, подключив к работе дополнительных специалистов. Ну а если звезды сойдутся, и вы организованно поддержите нас так, что у нас будет 3500 платных подписчиков и более в месяц, мы создадим отдельное звено из 4-5 высококлассных специалистов, которые будут заняты только созданием регулярных, коротких и актуальных роликов на злобу дня. Помните видеоролики «Народное единство», «История трагической любви», «Свет могучей звезды»? Мы хотим организовать производство подобных роликов длительностью от 1 до 10 минут на регулярной основе. Они не будут проходными событиями. Мы хотим делать из каждого уникальное информационное оружие. Заниматься одновременно крупными проектами и малыми невозможно. Но вот организовать разные звенья при наличии ресурсов подписчиков реально. Каждый такой ролик будет выполнен в своей уникальной стилистике, станет эффективным агитационным инструментом, который будет бить в нерв общество. Реально ли нам собрать 3,5 тысячи преданных нашему делу товарищей на Бусти? Точно таким же образом на Бусти удалось организоваться немалому количеству наших идейных противников. Неужели мы все с вами хуже и не способны использовать эту технологию во имя наших классовых интересов? Все, что мы описали, реально и возможно воплотить при вашей организованной поддержке. В течение многих лет мы доказали делом, на что мы способны и как доводим начатое до конца. Мы не являемся блогерами-индивидуалистами. Наш труд состоит из командной работы десятков специалистов. Чем больше ресурсов мы сможем с вами подключить, тем больше людей и специалистов мы присоединим к процессу производства этих современных орудий агитации и просвещения. Мы ждем в наши ряды профессиональных и идейных бойцов в создании фильмов и мультипликации. Мы не терпим лентяев, людей, которые не хотят учиться и не держат слова. Но если вы наш единомышленник и влюблены в свое дело, то работа с нами будет очень интересной и с чувством большого морального удовлетворения. Если мы не сможем собрать средства на планете или минимальных значений на бусте, значит специалистам студии придется уйти в коммерческие заказы по продвижению всякой ерунды или производства сторонних фильмов, чтобы выжить и копить бюджеты на обозначенные фильмы, сколько бы времени на это ни ушло. В ваших силах дать нам возможность максимизировать эффективность студии, сосредоточив ее только на общественно полезном направлении. В общем, все в наших с вами руках, дорогие друзья. Мы с вами теперь представляем единый организм. Это наши с вами фильмы, это наше с вами совместное дело. Давайте организованно запустим новую веху в нашей общей работе. До связи, товарищи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова